Коллеги, мы продолжаем рассмотрение нашей темы, посвященной гибридным финансовым инструментам. И сейчас мы с вами поговорим, как определяется цена конвертируемой облигации. На этом рисунке достаточно много различного рода линий, поэтому давайте будем двигаться по порядку и попытаемся разобраться, что стоит за этими линиями. Первое. В дату Т-0 компания выпускает облигации, и инвесторы в эту дату Т-0 смотрят на эту конвертируемую облигацию просто как на обычную облигацию. Потому что никакой стопроцентной гарантии, что конвертация будет, такой стопроцентной гарантии нет. Из-за чего? Конвертацию, в прошлый раз мы с вами говорили, выгодно проводить только в том случае, если рыночная цена акций превысит цену конвертации. А если не превысит, это будет обычная облигация, которую инвестор додержит до конца, и компания ему эти облигации погасит. Поэтому, что мы видим на этом рисунке? Красная линия – это номинальная стоимость облигации. Предположим, в нашем примере это 1 000 рублей. И по этой облигации, если вы помните наш пример, который мы начали рассматривать в прошлый раз, по этой облигации плачивается купончик 8%. И, как я вам говорил, вот этот купончик по конвертируемой облигации, он ниже, чем купон по обычным, неконвертируемым облигациям. И, соответственно, инвесторы, так как в начальный момент покупки в дату Т0, они не уверены, что акции уж так сильно вырастут, что они примут решение конвертации, они говорят, мы покупаем обычную облигацию. И если он смотрит на эту облигацию как на обычную облигацию, то он и хочет доходность по обычной облигации. А компания нам дает купончик чуть-чуть заниженный. Поэтому инвесторы эти облигации будут покупать по цене ниже номинала. Потому что вот этот заниженный купончик, он их пока не устраивает. И вот эта вот синяя пунктирная линия нам показывает, что в дату Т0 инвестор эту облигацию покупает по цене ниже номинала. Ну, а в дальнейшем мы с вами уже рассматривали, как ведет себя цена облигации, которая куплена с дисконтом ниже номинала. По мере приближения к дате погашения цена облигации растет, растет, приближается к номиналу. Вот эта вот синяя пунктирная линия, ее называют облигационная или внутренняя стоимость конвертируемой облигации. То есть вот термин облигационная просто подчеркивает. Я на эту ценную бумагу смотрю как на обыкновенную облигацию. Это первый параметр. Второй. А я могу на эту ценную бумагу посмотреть под другим углом зрения и сказать, нет, у меня на руках не облигация, у меня на руках 10 обыкновенных акций. Почему я так могу рассуждать? Да по одной простой причине. Я в любой момент могу эту облигацию сдать взамен получить 10 обыкновенных акций. И вот если я на эту ценную бумагу смотрю как на акцию, в нашем примере, при коэффициенте конвертации 10, как на 10 обыкновенных акций, то тогда я могу получить вторую стоимостную оценку конвертируемой облигации. И эта стоимостная оценка называется конверсионная стоимость. И конверсионная стоимость считается достаточно просто. Берется рыночная цена акции и умножается на коэффициент конвертации. И если наши акции в цене уверенно растут, это вот показано зеленой линией, то вот конверсионная стоимость растет абсолютно точно так же, как растет цена одной акции. И мы цену одной акции умножаем на коэффициент конвертации, в нашем примере он равен 10, и получаем вот это вот S конверсионное. Ну давайте, если вы помните, мы с вами в прошлый раз рассматривали график и говорили, в начальную дату, в дату T нулевое, рыночная цена акций равна 70 рублей. Вот, соответственно, вот начало этой вот зеленой линии в дату T нулевое, S конверсионная равна 700 рублей. То есть одна акция 70, коэффициент конвертации 10, S конверсионная 700 рублей. И дальше, если акции уверенно в цене растут, то растет и S конверсионная. Вот теперь посмотрите, получается некоторый, вроде как парадокс. У одной бумаги в любой момент времени есть две стоимостных оценки. Облигационная стоимость, это пунктирная синяя линия, и конверсионная стоимость, зеленая линия. На самом деле никакого парадокса нет. Просто-напросто это бумага с двумя свойствами. С одной стороны это облигация, а с другой стороны это акция. И возникает вопрос. Хорошо, вот облигации от даты T нулевого до даты погашения котируются на рынке. И возникает вопрос. А что будет лежать в основе определения рыночной цены? Облигационная стоимость такая пологая, или более крутая конверсионная стоимость? Инвесторы при принятии решения ориентируются на большую из этих двух стоимостных оценок. И на начальном этапе инвесторы ориентируются на облигационную стоимость. И до тех пор, пока облигационная стоимость будет выше, чем конверсионная стоимость, это зеленая линия, то в основе будет лежать вот эта вот S-облигационная пунктирная синяя линия. На каком-то отрезке рыночная цена акций, цены акций растут, и S-конверсионная превышает облигационную стоимость. И после вот этого момента в основе определения рыночной цены конвертируемой облигаций будет лежать конверсионная стоимость. Вот то, что показано вот такой вот зеленой линией. И на данном рисунке вы видите, что на протяжении всего срока жизни данной облигации больше период времени инвесторы будут ориентироваться на конверсионную стоимость. А вот реальная рыночная стоимость, которая на данном графике показана вот такой темной линией, она превышает и облигационную, и конверсионную стоимость. За счет чего? Вот то, что заштриховано вот такой вот черной штриховкой. Почему инвесторы переплачивают чуть-чуть выше, чем облигационная или конверсионная стоимость? Вот по сути дела право провести конвертацию это опцион. То есть опция это право. И вот когда мы инвестору такую вот возможность предоставляем провести конвертацию и на этой конвертации что-то заработать, вот инвесторы за это право готовы платить определенную премию. И вот то, что здесь показана заштрихованная зона, это есть премия опциона. Мы просто в рамках нашего курса не изучаем производные финансовые инструменты, не изучаем ценообразование опционов, а просто сегодня на понятийном уровне мы с вами говорим, что да, за право, за возможность в будущем провести конвертацию и на этом что-то заработать, инвесторы готовы переплачивать. И вот эта вот переплата, которую они делают, это есть цена опциона. То, что у нас на рисунке показано заштрихованной зоной. Теперь давайте посмотрим далее. Инвестор имеет право провести конвертацию в любой момент от даты Т нулевого до даты погашения. Но инвестор всегда ищет наиболее благоприятный момент, когда провести конвертацию. И вот если акции в цене вот так уверенно растут, как у нас показано на данном графике, то разумный инвестор проведет конвертацию ближе к дате погашения. И вот разница между вот этой зеленой линией и красной линией это и будет доход инвестора в результате конвертации. Таково поведение инвестора, он хочет получить максимальный доход. А теперь давайте посмотрите на интересы компании. Компания, честно говоря, заинтересована в том, чтобы инвесторы конвертацию провели пораньше. Почему? Просто до тех пор, пока инвесторы являются владельцами облигаций, компания обязана им платить купон. Вот в нашем примере 8% годовых. А если инвесторы проведут конвертацию, станут акционерами, то они получают дивиденд. И дивидендная доходность это 3-4%. И никак не 8%, которые надо платить по данной конвертируемой облигации. И вот тут вот интересы компаний и интересы инвесторов расходятся. И компания, заинтересована в более ранней конвертации, она придумывает различные способы, как подстегнуть инвесторов к этой более ранней конвертации. Есть несколько методов. Первый метод стимулирования конвертации это установить дивидендную доходность по обыкновенным акциям на уровне более высоком, чем ставка по купону. Ну вот если у нас ставка по купону 8%, то надо дивидендную доходность сделать 10%. Эффект данной меры будет близок к нулю. Почему? Первое, это очень дорого для компании, потому что всем владельцам обыкновенных акций надо будет заплатить вот такую высокую доходность. И если компания исторически платила там 3-4%, а сегодня компания будет платить 10%, то, конечно, это существенный отток денег из компании. И второй момент, результативность данной меры будет близка к нулю, потому что мало кто из владельцев конвертируемых облигаций покупается вот на эту дешевую приманку и проводит конвертацию. Поэтому сегодня эта мера применяется, но применяется крайне редко, потому что эффекта соответствующего она не дает. Второй момент, он такой более изощренный. Компания устанавливает ступенчатые цены конвертации. Ну вот как пример. Скажем, компания говорит, вот на первые два года цена конвертации 100 рублей, обратите внимание, если акция на рынке стоит 90, а цена конвертации 100 рублей, то, конечно, до тех пор, пока акции будут на рынке стоить дешевле, ниже, чем 100, никто конвертацию проводить не будет. Выгодно проводить конвертацию, когда рыночная цена акции превысит вот эти 100 рублей. Это какой-то короткий отрезок времени, который и выигрыш инвестора показан вот этой штриховочкой. На 3-4 год, скажем, цена конвертации 125 рублей. Опять на определенном периоде времени, пока вот эта синяя линия, эта цена акции ниже, чем 125, конвертацию делать смысла никакого нет. Можно делать, когда рыночная цена акций превысит 125 рублей. Потом следующий скачок, следующая ступенька, компания говорит, а вот с такого-то года цена конвертации 200. Опять возникает белая зона, когда конвертацию делать невыгодно, а потом в самом конце, когда рыночная цена акций превышает вот эти 200 рублей, конвертацию делать можно. Почему это стимулирует более раннюю конвертацию? Здесь стимул только один. Чем раньше инвестор проведет конвертацию, тем большее количество акций он получит на свою облигацию. Вот в нашем примере, если у нас номинал облигаций 1000 рублей, и цена конвертации 100 рублей, то это значит, обменивая свою облигацию на акции, инвестор на первом отрезке получит в результате конвертации 10 обыкновенных акций. Когда у нас цена конвертации 125, то на этом отрезке инвестор при номинале облигации 1000 рублей при конвертации получит только 8 акций. На последнем отрезке, когда цена конвертации 200, он получит только 5 акций. Поэтому действительно вот эти ступенечки они стимулируют более раннюю конвертацию. И третий способ, который применяется на сегодняшний день наиболее широко, это когда компания в проспекте эмиссии оговорила свое право на досрочное погашение облигаций. И если компания видит, что вот эта конверсионная стоимость, которую мы с вами рассматривали, она превышает номинальную стоимость облигации примерно где-нибудь процентов на 20, вот тогда компания может объявить, что я через 30 дней буду облигации отзывать и гасить. А гасится всегда по номиналу. И глядя вот на этот рисунок, мы видим, если вот эта зеленая линия на 20-25 процентов превышает красную линию, если инвесторы конвертацию не проведут, они получат номинал, но все как положено по облигациям, но они потеряют вот эту вот разницу. Поэтому честно говоря, у инвесторов и другого-то выхода нет, надо проводить конвертацию, потому что проведя конвертацию и получая энное количество акций, они могут тут же на рынке продать по более высокой цене вот то, что у нас показано вот такой зеленой линией. и сегодня вот этот третий способ это как бы фиксация своего права права компании на досрочное погашение облигаций является самым распространенным методом, который заставляет по сути дела инвесторов проводить конвертацию. И вот компания в этом случае инвесторам как правило дает возможность заработать примерно процентов 20-25 на конвертации. Ну как вы понимаете 20% это тоже вполне и вполне приличная доходность. Коллеги, мы посмотрели наверное наиболее сложный сюжет посвященный сценообразованием конвертируемых облигаций. В дальнейшем мы посмотрим к чему приводит конвертация, каковы последствия конвертации для компании и для инвесторов. КОНЕЦ КОНЕЦ